Главный вуз юга страны. Донской государственный технический университет ДГТУ. Я Гэнея Рукян. В роли студентки познакомлюсь с жизнью вуза изнутри. Это проект ТОП ВУЗ. Поехали! ДГТУ. Кампус ДГТУ впечатляет своими масштабами и современной инфраструктурой. Здесь расположены обширные учебные корпуса, лаборатории и научные центры, оснащенные современным оборудованием. Это позволяет студентам получить глубокие знания и практические навыки в своей области, что делает ДГТУ крайне востребованным среди абитуриентов. Мы учим думать. Мы учим, чтобы он мог пользоваться справочными материалами. Чтобы он имел представление правильно о своей профессии на самом глубоком уровне. Если это технолог, должен знать технологические процессы, которые происходят в машиностроении. Если это строитель, значит в строительной отрасли. Сегодня мир меняется слишком быстро, чтобы можно было позволить себе не адаптироваться каждый год, не менять учебную программу каждый семестр. Очень много происходит в технологическом плане, так как мы про инженерное образование, скачки технологические, они просто катастрофические. И нужно реагировать на это быстро. Поэтому и гибкость образовательной программы это тоже один из тех механизмов, которые позволяют нам сохранить эту актуальность и востребованность. ДГТУ был основан в 1930 году, когда в строй вступили новые заводы по производству сельскохозяйственных машин, а следовательно, нужны были и новые специалисты. ДГТУ стал вузом, который готовил квалифицированные инженерные кадры для растущей индустрии. С тех пор многое изменилось. ДГТУ стал многопрофильным, одним из крупнейших и наиболее авторитетных учебных заведений Юга России. Оставаясь верными своим истокам, в ДГТУ продолжают упускать специалистов сельского хозяйства. Я нахожусь в кабине-симуляторе, где смогу почувствовать себя водителем самоходной машины-опрыскивателя. Здесь полный инструментал. Газ, тормоз и прямо сейчас я смогу проверить эту машину в действии. Мы можем переключиться на другую сельхозтехнику и можем также прокатиться по полю на комбайне. Вот до чего дошла современная техника. Современному агропромышленнику не нужно ехать в поле, чтобы научиться пользоваться таким инструментом. Прямо сейчас являюсь водителем комбайна, и моя задача будет состоять в том, чтобы я смогла собрать урожай на этом кукурузном поле. И я поехала! С помощью симулятора в развлекательной игровой форме студенты детально изучают устройства техники, знакомятся с принципами выращивания основных культур и сбора урожая. Причем подобная практика уже с первого курса помогает будущим агрономам понять, как происходит процесс в реальной жизни. Фирменным знаком обучения в ДГТУ и одним из решающих факторов для меня, как для студента, стала интеграция крупнейших предприятий региона в образовательный процесс. Студенты опорного вуза проходят здесь производственную практику. Флагманы донской индустрии предоставляют промышленные ресурсы для реализации учебных программ базовых кафедр. Такой подход позволяет студентам освоить специфику будущей профессии, а лучшим из них – получить предложение о трудоустройстве еще до окончания вуза. Меня пригласили именно для максимальной интеграции между индустрией и вузом. Здесь я вижу сильную трансформацию в сторону, качество образования. Ну и мы, как индустриальный партнер, максимально помогаем быть вузу актуальным. То есть на текущий момент все современные технологии, все современные инструменты, которые используются на предприятии, мы максимально быстро переносим в процесс обучения. Поэтому и процесс обучения в нашей школе очень гибкий. Мы меняем его, исходя из новых требований, новых знаний, новых компетенций. Современный мир и инженерное дело очень быстро меняется. Еще одна особенность – это возможность быстро менять образовательную программу. «Росвертол», «Россельмаш», «Невс», «Тагаз», все литейные заводы, которые есть, технические кадры, которые требуют сегодня, мы закрываем их на 85%. Это означает, что мы вовремя правильно сформировали задачу перед коллективом. И эту команду задача выполнила полностью. И мы сегодня готовим кадры высшей квалификации, которые там востребованы. Некоторые предприятия, которые с нами вместе готовят кадры, стопроцентно устраивают трудоустройство и идет там. И там являются сегодня лидерами. Все поколения очень похожи в плане, если рассматривать это с точки зрения специальности инженер. То есть здесь важно для того, чтобы молодой человек вдохновлялся своей работой, чтобы ему нравилось тем, что он занимается. И ребята, те, которые у нас учатся, они действительно болеют делами, нравится создавать, творить. Инженер – это, особенно инженер-конструктор, это творец. То есть он создает изделия в железе. И, соответственно, если не будет этой мотивации, не будут глаза гореть, вряд ли получится хороший инженер. В нашей школе именно такие ребята. Это факультет биоинженерии и ветеринарной медицины. Я знаю, что студенты ДГТУ выращивают здесь не только сельскохозяйственные культуры, но и мясо. Да, вы не ослышались. И сейчас я окунусь в процесс разработки искусственного мяса. Да, этот кролик послужил донором клеток для нашего проекта по выращиванию клеточного мяса. Почему именно кролик? Потому что это самое большое животное, которое можно содержать в нашем виваре. Поэтому, собственно, мы взяли кролика. Мы разрабатываем технологию получения мяса животных из клеток, которые выращены в лаборатории. То есть котлета из этого кролика была съедена, а кролик жив. Для этого мы взяли у него биопсию. То есть из участка его большого сальника был извлечен маленький кусочек, из которого мы получили стволовые клетки. Мы сейчас спустимся в клеточную лабораторию. Вы увидите, как они культивировались и в каких условиях росли. Ну, соответственно, животное живо и здорово. Мы находимся в клеточной лаборатории. Прямо сейчас я достану из инкубатора клетки. Так, поворачиваю. Там созданы идеальные условия для их размножения. Сергей Николаевич, расскажите, что это такое? Сейчас мы держим в руках флаконы с клетками того самого кролика, которого я держал в руках в нашем виваре. То есть животное, как вы видели, осталось живым, а его клетки размножаются в этих флаконах. И мы можем при помощи микроскопа увидеть, как они выглядят. Давайте приступим. Я взяла клетки из инкубатора. Сейчас я посмотрю, как они выглядят под микроскопом. С помощью ноутбука и микроскопа мы получим четкое изображение, как выглядят мясные клетки. Если собрать эти клетки, мы можем получить субстанцию, похожую на детское пюре. Сергей Николаевич, что мы можем из этого сделать? Мы можем сделать из этого мясо. Каким образом? Для этого нам нужен вот этот 3D-биопринтер. То есть мы загружаем клетки вот этих кардиджей, которые с помощью пневматической подачи и перемещения этой печатающей головки в трехмерной системе координат сделают нам хай-тек-котлету. Которая затем в инкубаторе будет дорощена. И можно ее есть. То есть с помощью 3D-принтера мы можем получить 3D-котлету? Да, и мы это уже сделали. А ее можно будет съесть? Прямо сейчас нет, потому что эксперимент, собственно, завершен. Но вы найдете много новостей про то, как это происходило в этом университете. И первым, кто попробовал в России котлету, выращенную в лаборатории, был ректор ДГТУ. Сам ректор ДГТУ пробовал эту котлету? Да, вот прямо вот в этой комнате мы ее пожарили, и они за столом ее съели. Здорово. В ДГТУ борются не только за спасение жизни животных, но и людей. Для этого более 10 лет назад был создан пожарно-спасательный отряд. Свою подготовку студенты осуществляют в соответствии с первоначальной программой спасателей МЧС России. Отряд уже успел поучаствовать в ликвидации последствий катастрофического наводнения в городе Крымске, в тушении крупнейшего пожара в центре Ростова-на-Дону и ликвидации последствий взрыва бытового газа в городе Шахты. И это только малая часть. С февраля 2022 года штаб придет круглосуточную работу по приему, сортировке и распределению гуманитарной помощи. Причем организация активно растет. Тут есть возможность использовать технологию Motion Capture для создания анимационных мультфильмов. Эта технология позволяет упростить работу с ними. Ну а самое главное – это пространство в свободном доступе для всех студентов ДГТУ. Любой желающий может прийти со своим проектом. Сама технология захвата движения существует довольно давно и используется повсеместно. В играх, кино, анимации. И как бы сложно не выглядел весь процесс, на самом деле все довольно просто. На человека надевается костюм с датчиками, он производит движения, требуемые по сценарию, встает в условные позы, имитирует действия, данные с датчиков фиксируются камерами и поступают в компьютер, где сводятся в единую трехмерную модель, точно воспроизводящую движение актера, на основе которой позже или в режиме реального времени создается анимация персонажа. Я в образе хамелеона Макса. Его разработали студенты для создания контента в технопарке. Любой желающий студент может прийти сюда со своим проектом и реализовать его, воплотить все свои фантазии. А пока я тестирую возможности Motion Capture, мы спросим у студентов, каково им учиться в ДГТУ. Спустя пару лет, в которые я здесь уже нахожусь, я могу сказать, что ДГТУ — это второй дом, потому что здесь очень много знакомств. Все люди, с которыми я общаюсь, достаточно близки мне стали за это время. Очень теплая атмосфера. Большую часть времени пары внеучебных занятий ты так или иначе проводишь в ДГТУ, в этих стенах. И люди, с которыми ты общаешься, не только в рамках ресурсного центра, но и ребята с других направлений, с других подразделений структурных, с других кружков, ты с ними так или иначе взаимодействуешь, знакомишься и получается, что у тебя как бы круг общения, он вот все ДГТУ и в каком-то смысле это типа одна семья. От того, что происходит здесь, я вообще не устаю. Я тут еще и работаю уже на полную ставку. И, скажем так, я здесь нахожусь просто в коллективе друзей, и мне здесь очень комфортно. Я вообще не устаю. Учеба тоже мне дается очень легко. Четыре курса я как бы прошли, я не заметил. Немножко тяжело было на первом, но скорее адаптация после школы, и она каждый через это проходила. Мы находимся в практической зоне, где отдых, учеба и тасук совмещены. Студенты могут прикоснуться к будущему, но не забывая о прошлом. Рядом со мной сейчас стоит картофелька палка, которая использовалась сто лет назад на полях. Причем это не единственное место, где студенты могут с пользой провести время. На базе ДГТУ действует промышленный каворкинг «Гараж», где любой, кто чувствует в себе жилку технологического предпринимателя, может попробовать вывести свою идею на уровень стартапа, разработать востребованный продукт с помощью вузовских экспертов, получить грант на реализацию проекта или найти потенциального работодателя, чтобы внедрить свою технологию на реальном производстве, можно тоже не выходя из вуза. Я в школе ИКС, или же Институт опережающих технологий. Это экспериментальное образовательное подразделение ДГТУ, где студенты занимаются робототехникой, IT и строительством. Сейчас ребята находятся в зоне каворкинга, они слушают лекции, занимаются домашним заданием, а мы тихонечко за ними понаблюдаем, как они учатся. Прежде чем запустить наш проект, университет под руководством ректора запустил достаточно большую процедуру проектирования, где собрали, скажем так, ведущих экспертов нашего университета, порядка 50 человек, которые в течение полугода работали над разработкой этого проекта. На самом деле поэтому у нас сохранилось название «Школа ИКС», потому что когда мы его проектировали, мы еще не знали точно, что это будет. У нас был такой приблизительный вектор, что это будет что-то про трансформацию, мы сделаем новый подход, мы будем экспериментировать с образованием, искать что-то новое. Потом уже, когда у нас появилось название «Институт опережающих технологий», «Школа ИКС» — это название, которое к нам так и прилипло, и мы решили не избавляться от него, потому что все уже узнавали его как проект, который стал, значит, институтом. Идея была в том, чтобы изучить мировые практики, ключевые тренды во всем мире, не только в стране, но и в принципе, что происходит в мире, и создать свою локализованную практику. На мой взгляд, самое важное, то что у них не было проблем с осознанностью того, чего они на самом деле хотят от своей жизни. Не просто там, о, здесь зарплата выше, я пойду туда, а на самом деле, какую пользу я хочу приносить и какой эффект я хочу сделать вообще для своего окружения, для своего сообщества. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, реальные производственные задачи, которые у вас сегодня в индустрии существуют, актуальные, которые вы сами еще не решили. И давайте вы придете как консультант, наставник, экспертом, может быть, на небольшое количество встреч, но вы вместе со студентами будете эти задачи решать. Для нас важно, чтобы это были не кейсы, которые уже решили, и мы можем их рассмотреть, а чтобы это были те задачи, которые еще не решались. И это сложно для студентов, но это дает возможность им сделать квантовый скачок в вообще своей как карьерной траектории, так и в своем профессиональном росте. А самое главное, поступить в ДГТУ и точно так же, как я, испытать себя в роли студента, только уже настоящего, вполне возможно. Более 4,5 тысяч бюджетных мест на 24 факультетах. При этом многие выпускники занимают ключевые позиции в различных отраслях науки и экономики, принимают активное участие в политической, социальной и культурной жизни региона и страны. Я здесь стал совершенно взрослым, осознанно подходил к каждому вопросу и каждому поручению. И самое главное, наверное, у меня в душе, внутри всегда сидело такое, не подвести никого, и то, что передо мной стоит, задача, которая стоит передо мной, выполнить его безукоризненно и четко, и правильно, и лучше, чем даже как поставили мне эту задачу. Университет для меня действительно это школа, который меня сформировал и создал. В целом, изначально я пришел на свою специальность вообще без понимания, что такое робототехника, как это работает. Это было очень спонтанное решение в свое время. Я прихожу, говорю, о, робототехника, прикольно, надо поступать. Потому что, ну, там тоже свои. Еще в школе начала увлекаться конструированием, участвовала в всяких кружках по моделированию. И после выпуска с 11 класса решила поступать на прикладную механику изначально, но придя в ДГТУ, познакомилась с робототехникой и мехатроникой. На самом деле я пытаюсь донести им именно любовь к конструированию, дать понять, что это важно. Несмотря на то, что они, возможно, не будут заниматься робототехникой, то есть пространственное мышление очень важно. И чаще всего, когда дети приходят, их не приходится мотивировать, они уже сами приходят с интересом. То есть это достаточно интересная вещь, поэтому привлекать никак не надо. Ни от ранга, ни от положения, ни от близости к ректору важен каждый. Вот это мой принцип в этом университете. Понимаете, я мимо не прохожу ни студента, ни двоечника, ни сантехника, ни профессора, ни лаборанта. Вот мимо академики, которые стоят, они все мне дороги. Вот дороги так, как люди, как профессионалы. Потому что каждый этот маленький шуруп является скрепом всего большого университета. Исключайте любого из них, не убирайте в один день университете. Можно ли туда зайти? Невозможно будет. Вот каждый друг друга дополняет в этом университете. И главнее всех в этом вузе нашем, это, конечно, студент. Вот все должен работать на молодого человека, чтобы ему было здесь комфортно, чтобы он ему нравился здесь учиться, получал то образование, которое необходимо, и очень должен быть ему интересно. Того, чего не хватало, я компенсировал за счет внеучебной деятельности, которая в ДГТУ очень хорошо развита. То есть здесь не только робототехника, очень много всяких различных кружков по, я думаю, практически всем направлениям так или иначе представлены. В ДГТУ большая часть студентов так или иначе занимается внеучебной деятельностью. Потому ДГТУ и называют райом для студентов. Много где-то слышно и много кто это говорит. И это оправданное название. Я очень рад, что я тут оказался. И действительно, я из другого города сам, я не из Ростова. Большинство людей, которые сейчас меня окружают, это мои большие друзья. То есть это не просто коллеги, мы вместе празднуем дни рождения, куда-то ездим отдыхать и так далее. И сейчас это большая часть моей жизни, связанная с этим местом. Важно то, что ты делаешь что-то ценное, что тебя окружают люди, которые ценят то, что ты делаешь. И это дает тебе стимул к движению дальше. Это позволяет тебе реализовать свои амбиции. И сегодня этот университет дает возможность нам здесь реализовать самые смелые образовательные эксперименты. В этом смысле это для меня второй дом, потому что я могу здесь реализовать свои амбиции, реализовать свои возможности. И все мои коллеги, мы нацелены на одно, на лучшее будущее в завтрашнем дне. Донской государственный технический университет, где сочетаются фундаментальные академические знания и современные технологии, робототехника, беспилотные технологии и многое другое. Здесь конструируют будущее и такие инновации, о которых я даже и не подозревала до прихода в Донской государственный технический университет. С вами был проект ТОП ВУЗ. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok